Украина, естественно. Пётр Порошенко объявил о создании новой украинской поместной автокефальной церкви. Её возглавят митрополит Переяславский и Белоцерковский, так называемого Киевского патриархата Епифаний. Сейчас с нами на связи глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легоедов. Владимир Романович, здравствуйте. Да, добрый вечер. Ну, с первым вопросом, конечно, хотелось бы попросить вас прокомментировать вот эти новости, которые приходят из Киева. Ну, вы знаете, я не собираюсь говорить ничего нового, по сравнению с тем, что мы говорили. Естественно, каноническое значение этого собрания, оно ничтожно мало, то есть его нет, по сути. Все те обещания, которые звучали со стороны Константинополя, которые не могли сбыться, они не сбылись, никакого объединения не произошло. Но собрались две раскольничьи группы, которые Константинополь попытался некоторое время назад легализовать. Никакого представительства канонической украинской православной церкви не было, поэтому слова, которые изучали до, которые изучали уже после, так называемого объединения собора, о том, что произошло объединение трех ветвей украинского православия, это неправда. Ну, во-первых, нет трех ветвей, есть каноническая церковь и две раскольничьи группы основные. А во-вторых, украинская церковь, повторяю, как не собиралась, так и не пришла. Была информация об участии двух архиереев, достоверно она не подтверждена, но даже если они были, это никак не обозначает официальное участие украинской церкви. Поэтому это некое собрание неких людей, которые являются безусловно политическим проектом, на нем присутствовал президент, президент о нем говорил, президент первым говорил речь под камерой. Президент решает свои вопросы, свои проблемы, используя религиозную тему. Вот так это можно охарактеризовать. Ну да, вот мы как раз показываем эти кадры, президент Порошенко устраивает из этого действительно политическое шоу какое-то. Вот здесь, вы знаете, еще один такой вопрос, который касается непосредственно Константинопольского патриархата. Вот накануне, а может быть двумя днями ранее, как раз именно оттуда тоже пришло заявление о том, что там не понимают вообще всю ситуацию, которая складывается на Украине, и не признают ее. Не означает ли это, что в самом Константинопольском патриархате сейчас возможен раскол в связи с этим? Ну, я сейчас не совсем понимаю, о чем будет речь, поскольку... Пришло оттуда заявление пару дней назад. Представитель Константинопольского патриархата присутствовал, он, собственно, председательствовал на этом собрании сегодня. И Константинопольский патриарх... Правда, сегодня была очень забавная информация, которая сначала выдавала за густоверность, что он прибыл в Киев, потом ее опровергли, естественно. Вот. Но Константинопольский патриархат оказывает большое давление на каноническую церковь. Мы помним, что некоторое время назад Константинопольский патриарх направил письмо блаженнейшему митрополиту Ануфрию, главе канонической церкви. Сказал, что он только из какой-то великой милости называет блаженнейшего митрополита киевским митрополитом. А вот после 15 декабря он его называть таковым не будет. Но вы знаете, сейчас уже, к сожалению, не так важно, как и кого будет называть стамбульский патриарх, поскольку на Украине был и остается один канонический киевский митрополит, это блаженнейший митрополит Ануфрий. Также вот сам патриарх Константинопольский Варфоломей называл как раз условие, что на соборе должны присутствовать все украинские церкви. Каноническое, наверное, тоже подразумевалось, да? Ну и вот очень любопытно узнать, как они теперь смогут объяснить, так сказать, легитимность и легальность как угодно своего собрания без участия, собственно, единственной канонической церкви. Очень интересно будет послушать. Да. Ну, выкрутятся как-нибудь. Да, мы как раз сегодня сообщали о том, какими правдами и неправдами пытались как раз митрополитов заставить. Ну, конечно, неправдами, конечно, неправдами, давлением политическим. Вы спасибо, что об этом рассказывали, да, это приглашение в СБУ, это давление со стороны спецслужб, вот, это попытки запугать, возможно, и попытки как-то иначе приобрести расположение, вот, но это, конечно, все. Продолжение следует...